Здравствуй, в эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия в студии Карча-Беджиев. Карачаев-Черкесия заняла первое место по количеству выигранных грантов на второй смене молодежного форма Машук. Более 60 покалеченных животных, как помочь госпиталю Белый Клык, единственного в Карачаево-Черкесии, который спасает собак и кошек. Бархатный сезон Домбаи открыт, курорт нашей республики в рейтинге самых популярных для отдыха осенью и зимой. Карачаево-Черкесия заняла первое место по количеству выигранных грантов на второй смене молодежного форма Машук. Грант-обладателем по итогам всего конкурса стали 9 участников, 3 из которых представители Карачаева-Черкесии. Дана Дормилова с проектом «Горский ритм» – краткий курс по танцевальному искусству. Радмир Эркенов – проектом «Школа социального бизнес-проектирования в сфере туризма маршрут». Исмаил Чочаев – проектом «Здоровое поколение». У участников была возможность посещать альтернативные спортивные творческие и интеллектуальные площадки, на которых делегация Карачаева-Черкесии также показала высокие результаты. В частности, заняла первое место в игре «Интеллектуальный Кавказ» по скалолазанию среди мужчин, одержала победу в игре «Что, где, когда» и в информационных конкурсах от партнеров форума «Цифроград» и «ВКонтакте». Женская и мужская волейбольные сборные республики на Всероссийском чемпионате Ассоциации студенческих спортивных клубов по волейболу заняли призовые места. «Единый день голосования-2022» – агитационный этап. Общественная палата республики провела расширенное заседание штаба, обсудили работу общественников в агитационный период выборов. Также собравшиеся отметили важность соблюдения законодательства при агитации. Говорили о функциях территориальных избирательных комиссий. В этом направлении работе круглого стола присоединились по видеосвязи и представители независимого общественного мониторинга, которые дали свою оценку деятельности общественного штаба. Около 80 детей освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей провели яркие, увлекательно-опознавательные каникулы в Карачаево-Черкесии. Ну а в канун отбытия группы для юных гостей-артисты Республиканская филармония организовали шоу-концерт в поселке Домбай. Чем впечатлили, что увидели ребята и насколько им понравился наш горный край, узнал Ахмат Халкечев. Дети из освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей в Карачаево-Черкесии уже чуть больше недели. Культурная программа каждого дня за все это время была весьма насыщенной. Дети успели посетить практически все туристические и культурно-исторические достопримечательности нашего региона. Ну а концерт, организованный артистами Республиканской государственной филармонии, как очередной этап их знакомства с общероссийской культурой и нашим регионом в частности. Это дети, которые уже достаточно долгое время испытывают постоянный страх, постоянный стресс. И вот инициативная группа, которая решила такое мероприятие реализовать, они поставили перед собой цель показать детям добрую, хорошую, красивую Карачаево-Черкесскую республику, отвлечь их от военной ситуации, от той жизни, которую они видят каждый день, к сожалению, на сегодняшний день. Вот из-за того, что руководство этой страны, к сожалению, не очень корректно себя ведет в отношении своих граждан. Как поведала ведущая мероприятия и солистка Республиканской филармонии Алия Дмурлубаева, концертную программу постарались подготовить таким образом, чтобы максимально отвлечь детей от всего того, что пришлось пережить им за последние месяцы в зоне специальной военной операции. Детки подходили, говорили очень приятные слова, пожелания, и думаю, что этот концерт помог им окунуться в мирную атмосферу и атмосферу именно нашей республики с кавказским колоритом. Вывоз детей из зоны специальной военной операции при активном содействии Федерального генса Руссотрудничества организовал руководитель благотворительного фонда «Таврический край. Наш земляк» Тимир Ланжезаев. Также он подчеркнул, что и руководство нашего региона чутко отозвалось на поддержку данной инициативы. «Чистое сострадание мы решили это все сделать, и чтобы нам помогли. Руссотрудничество и республика Карачаево-Черкесия нам в этом на первом этапе помогла. Пока идет спецоперация, мы будем максимально помогать молодежи, которая находится в местах проведения спецоперации». Также Тимир Ланжезаев отмечает, что немаловажным составляющим этих мероприятий является еще и то, что они платформа влияет на социализацию детей, которые долгое время находились под националистической пропагандой киевского режима. «Отлично. Очень нравится природа, есть ручники, есть горы, климат вообще супер. Люди очень приветливые, отзывчивые, улыбчивые все. Спасибо за эмоции». «Нам все очень понравилось. Все настолько понравилось, что даже не хочется возвращаться. Здесь просто хочется фоткаться на каждом шагу. Просто посмотрите, там какое красивое оно. И как». Первая группа детей с сопроводящими проводят в Карачаево-Черкесии около 10 дней. Но, как поведал Тимир Ланжезаев, такая работа будет продолжена, пока будет идти специальная военная операция. Ведь в числе важнейших задач их волонтерской организации спасти не только души, но и умы подрастающих поколений на освобождаемых территориях. Ахмар Халкевичев, Олег Махожев, Вести Карачаево-Черкесия, Донбай. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Помощь братьям нашим меньшим. Вот уже пять лет в Карачаево-Черкесии работает госпиталь для тяжелобольных животных «Белый клык». За это время его пациентами стали сотни собак и кошек, попавших в сложные ситуации. На данный момент в госпитале содержится более 60 животных. Им требуется помощь неравнодушных людей. Мадина Лайпанова расскажет подробнее. Помочь и позаботиться – таков девиз госпиталя для тяжелобольных животных «Белый клык». Эта организация функционирует на территории Карачаево-Черкесии уже не первый год. И спасла уже не один десяток четвероногих братьев наших меньших. Фактически у каждого обитателя этого госпиталя есть своя грустная история. Вот этого милого мальчика зовут Титан. Как и многие обитатели этого госпиталя, он пострадал от человеческой жестокости. В него стреляли. После этого он прошел трудную реабилитацию. И теперь он не может питаться обычным кормом для животных. Для него покупают специальный корм. Из-за этого он похудел. Но тем не менее доброта и ласка помогают ему проживать свою счастливую жизнь. Основателем данного госпиталя является известный зоозащитник Анар Баширов. Как рассказывает сам молодой человек, он никогда бы не смог оказать столько помощи животным, если бы не финансовая поддержка благотворителей, которые часто помогали не только деньгами, но и медицинскими препаратами, а также покупкой корма для собак и кошек. Вот только сейчас ситуация изменилась, и госпиталь оказался на грани закрытия. По словам Анара, на данный момент катастрофически не хватает средств на содержание животных. Которых, к слову, сейчас более 60. На сегодняшний день в госпитале содержится более 33 собак и больше 30 кошек. Сборы сейчас упали. Я на днях считал, сколько уходит именно на собак. На собак в месяц уходит сухого корма, по стоимости 68 тысяч. На кошек где-то порядка 13 тысяч рублей. Каждая история здешнего обитателя трогает до глубины души. Практически все эти животные пострадали от рук человека. Причём большинство из них остались пожизненными калеками. Но, пожалуй, самой трогательной и в то же время поражающей до глубины души своей жестокостью является история собаки по кличке Ясмина. Бедное животное было изувечено и осталось без нижней челюсти. Теперь она нуждается в круглосуточном уходе и ласке. Лично на неё уходит больше двух часов. То есть собакой нужно заниматься, дать ей препараты. То есть она на пожизненных препаратах сидит. Дальше кормёжка занимает очень много времени. Собака находится в отдельном боксе. Честно сказать, очень сложно. Помочь этим обездоленным животным может любой желающий. Ведь только от нас с вами зависит их дальнейшая судьба. Все они нуждаются в корме и медикаментах. Также есть возможность, что здесь вы найдёте своего верного друга, который будет предан вам всю жизнь. Для того, чтобы оказать посильную помощь, достаточно связаться с Анаром через социальные сети или же принести корм и лекарства в точке добра в городе Черкесске. Мадина Лайпанова, Мухаммад Ашибуков, Вести Карачаева, Черкесия. В Москве в парке «Зарядье» состоялся праздничный концерт в честь столетия Карачаева, Черкесии. Полторы тысячи жителей и гостей столицы рассмотрели праздничный концерт в рамках фестиваля Русского географического общества от Камчатки до Калининграда «Культурное достояние Карачаевой Черкесии». Именно так называлась яркая программа артистов нашего региона. На сцене выступили Театр танца Государственной филармонии Лаура Акбаева, Любовь Ощепкова, Алият Нурлубаева и Асланбек Хавцев. Их красочные выступления передали этнокультурное многообразие танцевального и песенного искусства народов Карачаевой Черкесии, которые вместе с другими народами России и делают нашу державу великой и непобедимой, отметил глава республики Рашид Тимрезов. В Дагестане состоялся Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии». Жюри выбрало лучших из более чем 400 работ. Наша телерадиокомпания получила две престижные награды в разных номинациях. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. Участники, представители региональных филиалов ВГТРК, а также стран ближнего и дальнего зарубежья представили свои работы по сохранению народных традиций и межнационального и межкультурного диалога. Ведь руководство холдинга всегда уделяет огромное внимание вещанию на национальных языках. Сохранение культурных традиций, семейных традиций, таких традиционных ценностей российского народа все-таки является Северный Кавказ. За это отдельное спасибо, потому что и семейные традиции здесь очень почитаемы, и отношение к старшим, и воспитание младших в уважении к своим традициям, и, конечно, сохранение языка, это касается всех республик Северного Кавказа. Фестиваль очень интересный тем, что они дают почувствовать, понять, увидеть, насколько у нас разнообразная страна, и какие проблемы, и радости, и специфика у разных регионов. Потому что мы такой моноязычный регион, Челябинская область, мы на русском языке вещаем, и мне крайне интересно было узнать, услышать, что коллеги вещают на 14 языках, на 5 языках. Для меня это абсолютная экзотика, и я задаю какие-то вопросы профессиональные, то есть как вы это делаете, каким образом. Диплом в номинации «Лучшая программа для детей и юношества» получила ГТРК «Карачаево-Черкесия» за программу «Страна детства». Автор – Марина Кушпова, режиссер – Ирина Седакова, оператор – Мухаммед Ашибоков. Специального приза фестиваля «Голос Евразии» была удостоена программа «Народные приметы черкесов», автор – Муминат Ишерова, оператор – Ислам Урумов. Фильм также был снят в Ауле-Алибердуковске, где под треск огня и журчание реки старейшины вспоминают народные приметы и легенды. Получить две награды на таком престижном конкурсе, именно профессиональном, это был для нас большой успех и такая вот неожиданность, скажем так. Вот так высоко оценили наши работы. О чём эта программа? Это о Аслане Хутове из аула Алибердуковске, который рядом со своим домом у берега реки Малый Зеленчук соорудил такую детскую площадку, где собирается вся соседская детвора. По вечерам он к ним выходит, он с ними разучивает черкесские старинные игры, которые он играл в детстве, пословицы, скороговорки, они соревнуются, стихи рассказывают. Даже вот соорудил такой барабан, как в поле чудес. Рассаживаются дети, на кого попадёт стрелка, тот раскат. Даже призы иногда у них бывают. В общем, очень интересно, сам человек очень интересный. Программа фестиваля была богатой на экскурсии и знакомства с красотами Дагестана. Руководство филиала ГТРК «Дагестан» поблагодарило всех за участие, а также за возможность проводить такого уровня фестиваля уже долгие годы. Альбина Курачинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Дагестан. Домбай вошёл в список самых популярных горных курортов для бархатного сезона. Российский сервис бронирования отелей «Квартир Твилл.ру» составил рейтинг самых популярных горных курортов для бархатного сезона. Туристы бронируют активный отдых в горах в начале осени. Спрос на бархатный сезон вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года. Список составлен на основании данных бронирований отелей «Квартир» туристами в августе и сентябре 2022 года. Домбай прекрасен во все времена года, и по красивые пейзажи курорта манят сюда туристов из разных уголков. На этом субботний выпуск «Вестей» подошёл к концу. Приятных выходных и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин